всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы готовим шоколадно-ванильный краффин невероятно вкусная мягкая и ароматная пасхальная выпечка всем рекомендую приготовить ваша семья будет в полном восторге для шоколадно-ванильных краффинов нам нужны будут следующие продукты 250 миллилитров теплого молока 10 граммов сухих дрожжей или 30 граммов свежих 4 желтка 160 граммов сахара 1 3 чайной ложки соли пол пакетика ванилина весом 1 грамм 80 граммов растопленного сливочного масла муку я разделяю на несколько частей в одну 250 граммов насыпала в другую 300 граммов и 30 граммов какао для начинки мы будем использовать 300 граммов изюма изюм сразу же заливаем кипятком сначала приготовим опару в миску выливаем теплое молоко не горячее добавляем сухие дрожжи добавляем столовую ложку сахара и теперь смотрите с каждой миски мы добавляем по 2 столовые ложки муки чтобы ничего не перепутать у нас будет два вида теста шоколадные и ванильные размешиваем опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки тем самым мы проверим качество наших сухих дрожжей теперь добавляем в тесто 4 желтка оставшийся сахар соль и ванилин хорошенько перемешиваем яйца у меня домашние желтки яркие если вы хотите сделать желтенькие краффин добавьте щепоточку куркумы полученное тесто разделяем на две части сюда добавляем муку тарелочки где мука весом 300 граммов значит в белую часть половину теста добавляем 300 граммов муки но не забываем что мы оттуда на опару и оттуда и оттуда брали по 2 столовые ложки тут главное не запутаться добавляем половину растопленного сливочного масла снова вымешиваем вторая половина идет на другое тесто ничего сложного нет вымешиваем руками чем дольше будете вымешивать тем лучше у вас будет тесто тем оно вкуснее воздушнее будет добавляем еще чуть-чуть муки не забываем что нам нужно оставить еще на раскатку теста муку буквально столовую ложку с этого количества с этой порции собираем всю муку по стенке так первое ванильное тесто готово делаем второй замес добавляем муку с другой миски главное миски не перепутать добавляем какао это у нас будет шоколадное тесто вмешиваем хорошо так уже пахнет шоколадом выливаем растопленное сливочное масло масло должно быть комнатной температуры не горячей добавляем муку мука в шоколадном тесте ушла вся вымешиваем тесто мягкое тесто и одно и второе смазали немного растительным маслом сверху накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час вот мое тесто шоколадное и ванильное красивое смотрите сразу же оседает второе тесто также отлично выкладываем оно немного туже как-то по консистенции чем у меня шоколадный значит каждый кусочек теста мы разделяем на три части будет три кулича два побольше один маленький соответственно одна часть теста поменьше и две практически одинаковые есть и шоколадное тесто одна часть поменьше есть и две разделяем пополам сейчас покажу как мы будем формировать шоколадно ванильный краффин берем одно тесто берем другое тесто немножко совсем чуть-чуть посыпаю стол мукой и раскатываю первую часть теста скалкой формочки у меня уже готовы выполнить у меня муки оставалось приблизительно 2 столовых ложек после конечно белой части я раскатала шоколадную и раскладываем сверху белой без разницы может быть белая часть внутри или шоколадная это не повлияет еще раз вместе прокатали это очень важный процесс сделали теперь смотрите для начинки нам понадобится не только изюм а из 40 граммов растопленного сливочного масла у меня краффина будут нежные и пышные просто мне нравится форма краффина когда вот два теста переплетаться между собой а структура у них будет нежная просто воздушная обожаю теперь берем изюм и посыпаем изюм и самая вкусная начинкой изюм так есть теперь берем и сворачиваем краффин разрезе будет просто бесподобным так соединили вот так прокатали хорошо 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 видите тесто не прилипает к столу для удобства положили нам как удобно теперь берем и разрезаем наш рулетик на две части разрезаем до самого края вот видите какая красота теперь берем и сворачиваем в обратную сторону сворачиваем сворачиваем завернули 1 завернули второй раз теперь смотрите вот здесь показываю как дальше у нас будет происходить красота остатки изюмок перекладываем начинку нам еще понадобится берем формочку я застелила дно и бока пергаментом и перекладываем наш краффин вот так выглядит краффин форме этот прям как с картинки получается все так идеально по размерам подходит вот когда думаю ладно второй не буду снимать а тут так идеально получается нет думаю процесс нужно снять снова наносим сливочное масло при выпекании краффин будет очень ароматным со сливочной ноткой с шоколадной ноткой с ванильной но вообще пышный отличная будет выпечка для разнообразия на праздник испеките удивите свою семью она будет полном восторге главные формы подготовьте я всегда все подготавливаю заранее чтобы потом не суетиться все успеть обязательно прокачиваем потом рулетик на столе не забываем разрезали и заворачиваем какая красота краффины стояли на расстойке 1 час теперь ставим в разогретую духовку на 180 градусов на вторую полочку снизу режим выпекания вверх-вниз диаметр моих краффинов значит первый краффин в диаметре 12 сантиметров высота 11 сантиметров второй краффин диаметр 13 высота 12 и третий поменьше диаметр формы 9 сантиметров высота 12 достаю краффины с духовки самый маленький выпекался у меня 40 минут большие по 45 минут посмотрите какой красавица видите мягкий боже какая красота вот краффином вы точно уделите всю свою семью на праздник мягкий очень мягкий ну и конечно самое главное это разрез вы только посмотрите нежнейший график просто воздушный из доступных продуктов хочу вам просто показать настолько нежный он вы видите выпекайте не пожалеете а какая структура он настолько мягкий волокнистый два вида теста красота просто красота вкусная красивая и ароматная выпечка тает во рту готовьте в удовольствие готовьте с любовью и радуйте свою семью домашней пасхальной выпечкой с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока